Девушка успешно выступила на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое прошло в Екатеринбурге. Девушка успешно выступила на первенстве России по лёгкой атлетике. Девушка успешно выступила на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниорок до 23 лет, которое прошло в Екатеринбурге. Три года назад была близка к результату, который позволил мне выполнить мастера спорта. Но как-то так всё не складывалось, то одно, то другое, то там ещё ковидный год был и вот только сейчас вот получилось. Мы с тренером не обдумывали ничего, мы вообще не планировали, что так рано выполнил мастера спорта. Мы знали, мы были уверены на 99%, что это будет в этом сезоне, этим летом, но не думали, что на первом серьёзном старте. Получить почётное звание мало, его придётся регулярно подтверждать. Сейчас Мария тренируется шесть дней в неделю и активно готовится к Кубку России. Авиамоделисты станции юных техников результативно выступили на Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию, которая проходила в Орске. Саровская команда стала победителем в старшей возрастной группе и призёром в средней. Более 50 спортсменов из шести регионов страны на протяжении трёх дней показывали своё мастерство в управлении самодельными самолётами. Во Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию при поддержке Министерства образования участвовали 11 саровчан. Помимо практических полётов, ребята проходили тестирование на знание истории авиации и представляли свои проекты. В общем зачёте среди старшеклассников наша команда заняла первое место. Младшие школьники заняли третье место, но это связано с тем, что у нас в младшем школьнике была неполная команда. У нас не было модели пилотажной. В классе скоростных моделей среди младших школьников отличился Илья Чернышёв. Он занял первое место с очень хорошим результатом, с личным рекордом. 205,8 километров в час. Это фактически выше третьего разряда. Павел Ефимов и Илья Ганин выступали в паре. Первый юноша в качестве механика, второй пилота. Несмотря на ветреную и жаркую погоду и технические неполадки, ребята заняли третье место в старшей группе гоночных самолётов. Наш основной самолёт подвёл нас. Нам пришлось лететь на втором. Второй у нас выдал очень бешеный результат, до которого мы ещё не доросли, так сказать. Поэтому пришлось уменьшать скорость, стараться. После чего мы не особо быстро полетели и в финале в итоге не поймались. Быстрая посадка достаточно получилась. Александр Веселов авиамодельным спортом занимается уже три года. На соревнованиях юноша выступал пилотом гоночной модели и занял второе место. За защиту проекта ему присудили третье место. Было три тура и один финал. В турах надо было пролететь 50 кругов. Кто быстрее, тот и выиграл. А в финале 100 кругов. Один круг – это 100 метров. Как привести своё тело в форму, чтобы уверенно чувствовать себя на пляже? Для этого нужно составить чёткую программу питания и тренировок. Физическая активность нормализует вес и укрепляет мышцы и нервную систему. На пути к здоровому и красивому телу вам помогут тренеры клуба «Артфитнес». Летом, сидя на работе, многие уже грезят о долгожданном отпуске на море. Девушки примеряют новые купальники и задаются вопросом, как подготовить тело к пляжному сезону. Тренер клуба «Артфитнес» Олег Майоров говорит, что сбросить вес или привести себя в тонус быстро не получится. Это длительный процесс, на который нужно закладывать как минимум полгода. В это время нужно разработать план питания и программу тренировок. Ни в коем случае нельзя истязать себя за несколько недель до отпуска. Так вы можете серьёзно подорвать своё здоровье. Первые тренировки, они не объёмные, поэтому это минут 40-50. Тут главное наладить определённый режим. И первое время, когда ко мне приходят какие-то новенькие люди, я стараюсь ставить цели. И цель невысока. Просто поставить три тренировки в неделю, ну и делать это режимно. А уже потом по целям разбирать и создавать новые цели. Самое главное в тренировках – регулярность. Если вы ставите себе цель сбросить лишний вес, то тренироваться лучше натощак, чтобы организм брал энергию из-под кожного жира. А в питании надо создать дефицит калорий над расходами. И без подсчёта БЖУ, белков, жиров, углеводов – в этом случае не обойтись. И для похудения, и для поддержания здоровья и тонуса добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, белка. Не менее важную роль в этом процессе играет хороший 7-8-часовой сон. По питанию, конечно, больше овощей, больше белка. Первые приёмы – это углеводные идут. Рис, кашки тоже в небольших объёмах, с определённым интервалом, с хорошим сном и с постоянностью по тренировкам в обреченный успех. Сладкое, мучное, жирное, фастфуд – иногда так хочется съесть что-то неполезное. Тренер советует, что есть можно всё, но в небольших количествах и не слишком часто. А если вы чувствуете, что переборщили с неправильным питанием, то идите в спортзал и поработайте там дольше обычного. Если цели похудеть у вас нет, но вы хотите поддерживать тело в форме и хорошем тонусе, то вам также необходима регулярная физическая активность. Тренировочный объёмный процесс всегда провоцирует вырубку гормонов. Когда мы создаём определённый объём работы, наш организм начинает просить «Дай мне вот этот гормончик, дай мне вот этот гормончик». Наш метаболизм увеличивается, и наше тело начинает работать в другом темпе. Когда этот процесс налаживается, у тебя автоматически начинает тело тонизироваться, и ты начинаешь лучше себя чувствовать, и твой тело начинает тебя радовать. Физическая активность нужна каждый день, поэтому свободные дни без тренировок можно посвятить ходьбе в умеренном темпе или заняться бытовыми делами. Главное – не лениться и ввести активность в привычку. Чтобы получить квалифицированную помощь, не надо сёрфить на просторах интернета. Приходите в артфитнес. Тренеры клуба – профессиональные спортсмены с большим опытом работы. Для вас подберут индивидуальную программу тренировок, составят план питания, помогут с постановкой целей. В фитнес-клубе большое количество разнообразных тренажеров на все группы мышц. Позаботьтесь о своей физической форме вместе с артфитнес. Улица Лесная, 39. Когда говорят о необходимой физической активности, речь в основном идёт о спортивных упражнениях. Зачем нужна физическая нагрузка? В чём её польза? И главное – удовольствие и преимущество. Людям необходима физическая активность по разным причинам. Из них выделяются несколько основных. Регулярная нагрузка позволяет сделать мышцы более выносливыми и оптимально расходующими энергию. Кроме того, отдельные виды нагрузки позволяют увеличить объём мышц и их силу. Физическая нагрузка помогает избавиться от лишнего веса за счёт расходов дополнительных калорий, полученных с пищей. Активный образ жизни тренирует сердечно-сосудистую систему. Сердце – тоже мышца. Регулярные, правильно дозированные нагрузки помогают сделать её выносливее, а стенки сосудов эластичнее. Специально подобранные упражнения улучшают гибкость, чувство равновесия, позволяют легче освоить спортивное оборудование. Психологи утверждают, что физическая нагрузка способна избавить человека от повышенной тревожности и депрессии. Движение позволяет снизить уровень гормона стресса – кортизола и повысить уровень гормона удовольствия – эндорфина. Активность приносит много радости. Катание на роликах, ориентирование на местности, купание в реке – это тоже комплексы упражнений, тренирующих мышечную и сердечно-сосудистую системы. Многим людям требуется постоянная конкуренция и стремление к победе. Двигательная активность – лучший способ реализовать эту потребность. Можно заняться борьбой, пойти в баскетбольную команду или тренироваться к марафонскому забегу. Есть достаточно видов упражнений, которые интереснее выполнять вместе с другими людьми. На курсах аэробики или акваэробики, на занятиях йогой или в командных видах спорта. У физически активных людей снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и многих видов рака, всех тех болезней, которые появляются в том числе из-за избыточного веса. Регулярный расход калорий при движении помогает контролировать вес. Если оставаться физически активным всю жизнь, в пожилом возрасте снижается вероятность серьезных травм благодаря сохранению ловкости и чувства равновесия, а также сохраняется ясность ума. Физическая активность при беременности позволяет подготовить организм матери к родам, избежать нарушений развития малыша во время внутриутробного периода и осложнений у него во время и после родов. Движение способно снизить тягу к сигаретам людей, которые пытаются бросить курить. Физическая нагрузка отвлекает при синдроме отмены и позволяет получить дозу гормонов удовольствия, которые раньше поставлял никотин. Физическая активность делает организм здоровее и выносливее, что позволяет жить дольше. Редактор субтитров А.Семкин